Всем доброго времени суток, с вами снова ZDX69 и сейчас я первый раз покажу вам не бой, как бы вживую я буду записывать, а покажу свой собственный реплей, который мне самому естественно очень понравился, ну и естественно в котором есть такой момент, ради которого стоит ждать и посмотреть это видео, собственно играю я, зашел в игру, прокатил один бой на этом кругленьком танке, который французский, как там называется, BDG какой-то там, в общем, первая неудачная попытка попасть по светляку, не знаю на что я надеялся, сейчас я отключил свободную камеру, пускай все будет так, как и было на самом деле, артиллерия выкатывается мной вообще в боях довольно-таки редко обычно, я катаюсь на прокачивающие останки, вот французские тяжи, США тяжи Т29, который мне очень понравился своей башней, вот смотри сейчас, сейчас будет хороший выстрел, по-моему пропадет квас из засвета и оп, вошел, ха-ха-ха, приятное такое ощущение, когда враг пропадает, ты выстрел и думаешь, ну вот, зря выстрелил или не зря, зря или не зря, и тот оп, и снаряд пропадает без взрыва, это приятно, так, накрыл там на 0 урона, ничего интересного, вот на этом, как раз вот до этого я запустил игру, прокатил один бой на БДР-Г1Б, такой ужасный танк настоящий, как у него есть название, хорошо получается забрать квасы, я, у меня приоритет таков, что я уничтожаю сначала самые опасные для команды танка, танки, ну то есть, в данном случае, это естественно квасы с этим, их невероятным разовым уроном, во вторую очередь, более бронированные танки, ну и естественно, вот видите, переключаясь на КВ-1С, как только он появился, упреждение, гусля, но тоже неплохо, лучше, по крайней мере, чем накрыл без урона, просто, ну, естественно, разлет снарядов тут показывается, он, как видите, не очень большой, светится арта, и еще один хороший момент, который мне понравился, вот меньше всего я люблю, точнее, больше всего я не люблю, когда пропадает тот танк, который светил твою цель, ты понимаешь, что вот сейчас твоя цель, на которую ты почти свелся, она сейчас вот скоро пропадет, и получаю плюшку от Хелкета в этот момент, стоял, конечно, я ни о чем не заботясь, практически не двигаюсь, вообще не двигаюсь, по-моему, да, на горке, и вот отсюда Хелкет меня тяпнул, хорошо, ну, вот смотрите, сейчас команда 10-7, то есть, наша команда ведет, я не могу записать тот кусок, где показывается счет, потому что, и вот мы начинаем сливаться, очень качественно, как видите, там умирают по очереди, и окружили наших, выстрел по квасу, снова 200 урона, остался ваншотным, так, видите, у нас, вроде как, наши танки окружены, и их начинают так методично очень расстреливать, сейчас я жду, ждал Хелкета, но вижу, что по миникарте, что он вообще поехал туда, брать в кольцо наши танки, остальные, видимо, думает, арта подождет, я ее еще убью, легко, очень, ну, и очень хочу добить кваса, и я убиваю его, опять выстрел с упреждением, без засвета, попадание очень-очень приятно, кто там говорил про нерф арты в 0.8.6, есть чего-то, я не замечаю этого, конечно, круг с введением, может быть, и стал больше, перезарядка, может быть, стала дольше, снаряд летит дольше, скорость полета может быть и меньше, но тем не менее, как вы видите, бум-бум-бум, понемножку, вражеская команда начинает уменьшаться, вот сейчас очень плохой момент, остались я и А-20, А-20, ребята, который, кстати, убил Хеллкета, между прочим, и вот сейчас, вы не поверите, А-20 убивает кваса, за что ему огромное спасибо. Также хочу еще отметить немецкого СТ, который там тоже стоял, и долго они очень сдерживали все-таки врага, не быстро слились, что позволило под конец составить двух Черчиллей, премиумного Черчилля, пятого уровня, и обычного Черчилля, пятого уровня, и вот сейчас начинается самое, ах, самое неприятное, это долгое ожидание врага, который я промотаю, я тут нервничаю, нервничаю, выбираю позицию, пытаюсь куда-то заехать, чтобы дуло лучше смотрело вниз, под течет у меня со лба, и из-за этого вся машина уже заржавела, дуло уже плохо поворачивается, у мехвода коленки трясутся, а радист спятил и выбежал вообще из артиллерии, и сбросился с этого холма, остались только мы вчетвером, или сколько там, экипаж у М41, в общем, скоро, скоро появится то, что меня пугало все это время, знаете, я даже как-то, мне полегчало, когда я увидел противника, потому что я наконец понял, что вот он, вот он, все, время пришло, время настало, здесь и сейчас, или никогда. Ну же, этот момент мне очень понравился, еще хочу отметить, конечно, танки противника, которые были явно неопытные, вот, например, смотрите внимательно, Черчилль, я откреплю камеру, заезжает на гору, забирать меня, и отворачивает башню в сторону, что дает мне замечательную возможность в эту башню его поцеловать своим фугасным снарядом. Это было, конечно, очень глупо с его стороны, странно, почему он так сделал, никогда так не делайте, не повторяйте своих ошибок, если вы едете куда-то, где раньше был противник, то башню, блин, поверните башню в ту сторону, чтобы хотя бы, ну, без сведения, ну, хоть выстрелить. Снова включаю свою камеру собственную, очень было страшно все вот это делать, и вот, и теперь, естественно, так, сейчас, секунду, так вот, извиняюсь за задержку, немножко меня тут отвлекли, продолжаем наш бой, вот, с того момента, когда я уже убил первого Черчилля, и остался еще один, премиум, походу, да? Вот, в этот момент, естественно, было очень ссыкно, потому что не хотелось получить пачку прямо после того, как я высунусь, свечу Черчилля, и пытаюсь как-то там отъехать назад, чтобы по нему еще успеть выстрелить. Прицеливаюсь, не замечая, что насколько дальше все-таки у меня центр прицела, и у меня там была, наверное, мизерная вероятность попасть ему в самую крышу башни, которая, естественно, не не произошло, такого выстрела, такого счастья. Но, тем не менее, Черчилль просто вот там вот сзади ездит себе, и даже смотрите, вот я сразу говорю, на его месте я бы стал вот сюда, под горку, стоя на круге захвата, еще с более-менее извиняюсь за насморк, болею, еще с более-менее полным ХП вот здесь вот так вот встать, и, собственно, тем самым вынуть меня съехать с горки. То есть сейчас я вот так отключу кар... ну вот, вот отсюда я бы начал съезжать, да, либо вот так вот перевесился бы, естественно, мне бы тогда не получилось выстрелить, я бы просто свалился на него, да, может быть, конечно, я бы его и убил, но тем не менее, он бы мог просто отъехать назад, я бы свалился, и развернулся, я бы уже там не успел, он бы меня просто с одного выстрела убил, у меня 32 ХП, ребят, ну вы че, там он меня бы мог... я упав на него разбился бы, если бы раньше не выстрелил, конечно, вот, я бы встал вот сюда, стопудово, ехать я бы за собой, ну вот на его месте, за ртой, я вряд ли бы встал, если бы я это делал, то как-нибудь спрятался бы за трупом того танка, чтобы как-то хоть часть корпуса и башни немножко выглядывал, так потихонечку бы подъезжал, хотя, скорее всего, я бы просто на захват бы встал вот здесь, да, и вынудил меня спуститься, ну, собственно, смотрим дальше, опять же, пытаюсь как-то вот занять такую позицию огневого, с которой я смогу его достать, орудие уже заряжено, и ему, в принципе, один выстрел остается, вы видели, без сведения практически, в ПТ-режиме, получается его то ли накрыть, вот остался кратер, ну, в смысле, воронка, кратер, конечно, я же все-таки не, ничего там, не Т-92, да, топовая арта США, ну, ладно, тем не менее, хотя бы, воронка, вот я подождал, и решил выстрелить еще туда, я думал, что он там и остался стоять, но, конечно, настолько глупо он не оказался, и он все-таки сменил свою позицию, чуть-чуть, вы сами это сейчас увидите, под горку так и не стал становиться, зафат продолжается, на что он надеется, я не знаю, и вот, и вот, смотрите, что, вроде и два фрага есть у него, игрок, может быть, должен быть скилловый, и вот, я его свечу, и такой выстрел был странный, по-моему, даже, по нему я не мог попасть, но, вот, таким вот образом, я все-таки одержал победу, большое спасибо, что просмотрели это видео, очень, надеюсь, что вам оно понравилось, и, естественно, извиняюсь за то, что второй бой на арте, вам показываю, не знаю, суперэпичных боев на других танках у меня сейчас, как бы, и нету, вот, с вами был Зодиак 69 и М41, всем пока, и до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok,